Мирный город Краматорск, в котором совсем недавно жители чувствовали себя спокойно под защитой украинской армии, подвергся нападению российских террористов. 10 февраля 2015 года около 13.00 боевики так называемой ДНР нанесли два массированных удара по аэродрому и жилым кварталам города. Во время обстрела оккупанты использовали 300-мм реактивные системы залпового огня «Смерч», что подтверждено найденными остатками боеприпасов, в том числе тех, которые не разорвались. В результате атаки на штаб украинской армии и мирное население погибло около 10 человек, более 60 получили ранения. А вот как информацию об этой трагедии преподнес российский канал НТВ. Обратите внимание на титр в нижней части экрана, в котором Краматорск причислен к территории ДНР, хотя уже полгода этот город находится под защитой украинских военных. Ну что же, Киев, естественно, простите, Киев во всем обвинил ополченцев, заявив, что это они обстреляли в мирный Краматорск. Ополченцы же сказали, что это абсурд, они никогда не стреляют по мирным жилым районам и говорят о провокации со стороны Украины. Журналист умалчивает, что удара было два с промежутком в полчаса. Так называемые ополченцы заявили о провокации со стороны украинской армии. Точно так же они говорили после обстрела Мариуполя, в результате чего было убито более 30 и ранено более 100 украинских граждан. В обоих случаях вина российских боевиков доказана. Снаряды, застрявшие в земле, указывают на Горловское направление, где находятся силы ДНР. Дальность стрельбы РСЗО «Смерч» 120 километров, расстояние между Краматорском и Горловкой около 80 километров. Однако на канале «Россия-1» распространили лживую информацию о том, что артиллерия террористов находится слишком далеко. Так же существенно приуменьшается количество пострадавших. Несколько часов назад по жилым кварталам Краматорской, по расположенному в окрестностях этого города аэродрому, был нанесен артиллерийский удар. Погибли 5, ранено 16 человек. Украинские СМИ сообщили, что целью атаки был якобы штаб антитеррористической операции. Практически моментально президент Порошенко объявил в обстреле ополченцев. Украинские генералы эту версию поддержали, заявив, что огонь велся из установок «Град», расположенных в Горловке. В ДНР обвинение назвали «провокацией». Артиллерия сил сопротивления расположена слишком далеко от Краматорской и физически не может дотянуться до города. Кроме того, мы не стреляем по городам с мирным населением, в отличие от представителей Украины, подчеркнул представитель ополчения. Главная задача армии Новороссии сейчас – отбить атаки украинских военных, которые пытаются разблокировать подразделения, попавшие в дебальцевский котел. Подчеркиваем, стреляли российские войска из системы залпового огня «Смерч». В земле торчат так называемые «хвостовики», а людей убивали и калечили кассетные боеприпасы, которыми были начинены снаряды. В направлении полета он прилетел с юга. А предположительно, что там? Ну, это всего лишь хвостовик от кассетного боеприпаса, а вокруг мы зафиксировали еще падение самих этих кассет. Сколько снарядов упало? Ну, здесь я вижу пока один, но по количеству звонков, которые пришло на милицию, минимум 15 было. Направление, вот, одно. Что в этом направлении находится? Кто? ДНРовцы. Если бы Скорачуна летела, снаряды попадало бы вот так в дом, правильно? А если оно попадает с другой стороны, значит, это бы стреляли с другой стороны и никак по-другому. Я думаю, как эти люди, потому что я вместе с ними прошел, все это обсмотрел, и я с ними согласен. Покричать можно, не знаю, все, что хотите. То есть стрельба? Стрельба. Ну, я думаю, что украинская армия по мирному населению не стреляла бы, потому что они защищают свою землю, свой народ. И по аэродону спасали тоже по ним не стреляли. Поддерживаемые Россией террористы, наемники и кадровые военные армии РФ продолжают сеять смерть и разрушение на Донбассе. Мировое сообщество все еще надеется прекратить военный конфликт дипломатическим путем. КОНЕЦ КОНЕЦ